Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы выпуск начнем так, по-домашнему. Вы видите, вот я тут на пледике валяюсь. Но на самом деле суть происходящего следующая. То есть мы уже решили выдвигаться в дальнейшее путешествие. И сейчас идем на север от Мартиник. Проходим Доминику, о которой мы уже вам много показывали. Чтобы не повторять контент, который уже был, мы дальше начинаем наше путешествие с новых Карибских островов. Итак, мы сейчас подходим, выходим и идем на маленький островок, который находится между Доминикой и Гвадалупой. Говорят, что там очень красивые пляжи. Так, вот она, Гвадалупа, такая бабочка красивая. И вот маленькие островочки, вот увидите. И пойдем мы, наверное, вот на вот этот вот. Следующим шагом от этого островка мы пойдем на север. Вот сюда вот Гвадалупы. И после севера Гвадалупы мы пойдем на Антикву. Поэтому начинаем, собственно, с яхтинга на вот эти острова, которые называются Терра де Отт. Наверное, я не знаю, как правильно читается. Но, наверное, от. Вот этот маленький. Диночка, Франциско сказал. Вау, что это такое? Супчик. Там не осталось ничего такого, чтобы вас с райнером не могли довести до конца. А это ты аудиокнижку слушаешь? Да, да. А что ты слушаешь? Атлант расплавит, расправил речи. Нравится. Там уже кульминация. Кульминация уже здесь, между прочим. Почти. Еще зелень и лук. Меня спрашивали, что это такое у меня с Bimini. Короче, у этого Bimini уже пошли структурные изменения. То есть, уже сам пластик начал лопаться. И, к сожалению, здесь уже ничего сделать нельзя, потому что весь этот спрей-худ идет в мусор. И что сейчас мне нужно, это просто дождаться региона, в котором будет просто дешево. и его поменять. Потому что, если он уже течет у нас вот здесь, все стекло, это просто оно разрушено от ультрафиолета, уже реанимировать мертвого смысла нет. Поэтому, к сожалению, тент под замену. Давай, давай, пошел, хорошо. Сука! Хорошо идет, все-все-все отлично. Все, стоим, красота. Мейн у нас стоит, дальше мы ждем появления нормального ветерка. И вперед. А так, друзья, вы знаете, что у нас переход, на который к нам должны были приехать гости. Давайте я вас сейчас со всеми познакомлю. Итак, знакомимся. Сережа. Сергей. Воронеж, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, почему ты так одет? Вроде же там солнце было. Там солнце, но пошел какой-то ужасный дождь. Мне очень не хочется мокнуть, и я боюсь, что смоет загар. А ты не три, главное не тереть. Да, так я надеюсь, что я его сохраню. Все здорово. Так, идем дальше. О, я вижу, здесь у нас прикольно. Так, Слава, привет. Привет. А почему ты так одет? А тут еще идет. Сережа боится, например, что у него слезет, смоется загар. Чуть-чуть дождь на том. Погодка, фу, блядь. Это нормально. Так, внимание. Это Дина, но этого человека вы знаете. И Саша. Саша, привет. Привет. Капикулирует вам нужно. Выглядит, как будто ты сейчас на вахте, да? Только началась. Руль не пугай. А вот сам рука-то. Так ты его не цепляйся. Я так. Погодка у нас достаточно мерзкая. Шепчет. Займи, но выпей. Займи, но выпей. Мердическая. Наш бимини, который протекает. Монорный, грязный. Мы с него никак грязь не можем оттереть, а он уже сломался. Так это не грязь, это же структурное изменение. Ну это я знаю, ты знаешь. А выглядит, выглядит как грязь, да? Да. Ооо. Рыбу не плюет, да, совсем? Это вы рыбу не ловите, потому она не клюет. У нее клюва нет. Мы поставили паруса. Паруса стоят. У нас Слава главный дембель. Слава отдыхает, ничего не делает. Шесть и восемь, семь. Шесть и восемь, семь? Отлично. Он, Сережа, вовсю педалирует. Катаемся. Нравится? Очень нравится. Только волны маленькие. А у Саши вахта закончилась. Я смогу. Повезло, да? Не плюет, да? Сегодня нет. Семь и четыре только что было. Нормально идем. Скорость семь и четыре. Ветер двадцать узлов. Нас сносит. Так, а острова на самом деле уже видны. Вот они, вот эти холмики. Мы идем, наверное, между этих двух островов. У нас Мэйн на первом рифе, а Хэд на полном. Прямо перед нами идет большой, красивый, военный корабль Фредерик Шопен. Чайные клипера, разграбление, да? Наша задача догнать и обезвредить. Мы идем больше семи сейчас, да? Отлично. Я бы два, шесть и семь. Ладно. Что там ему, куда воткнуться? Давай, давай кишку. Багры и котов. Мы его потихонечку догоняем. А, обязательно сделай. Вот, так что класс ужасающий. Сейчас я в четыре узла. У тебя такая прическа динамичная, прямо назад. Прямо как огонь горит. Я, кстати, за ростом зарос для Бродобре. Я же достаточно зарос для того, чтобы посетить барбершов. Да, вполне. Хочешь себе острым лезвием? Можешь у тебя кромсали? Нормально. А в конце такой, не получается. Обходим пацанчика. Шопен. Острее он идти не может. 45 сейчас к ветру. Но он, естественно, 45 идти не может. Ему очень это тяжело. Он спереди Гваделупа и эти три островочка. Ильдеот. Вот мы сюда проходим. Там проход, проходим. И вот вы видите, где на АИСе стоит куча лодок. Вот туда мы сейчас и направляемся. А идем мы отлично. 7 узлов. Угол к ветру у нас опарент 59,60. 6,7. Супер. Скорость ветра 20 узлов. Я до глаз мерил. Ну что, как тебе рулится? Хорошо рулится. Активно? Уже адаптировался. Отлично. Не тошнит? Нет. Супер. Маш, ты качался. Только поливает. Ну, поливает это такое. Мы уже подходим. Очень красиво. Очень красиво. У нас еще во всем этом мероприятии интрига заключается в том, что сейчас у нас 5 часов. И через там, условно говоря, 40 минут уже солнце сядет. И через час уже будет темно. А для нас это акватория новая. Мы здесь еще не ходили. И сильно большого желания нету сидеть и заниматься фигней среди ночи ходить по неизвестным местам. Естественно, это не проблема. Мы так периодически делаем. Но если есть возможность этого избежать, то почему бы этого не сделать? Эта срань начинается. Ненавижу рыбаков этих дурных, блин. Плавают эти дурацкие буйки. Ты подходишь к берегу, вот уже берег. Эта вся хрень ровно по дороге стоит. У нас уже все готовы убирать паруса. Пока мы еще идем под парусами, все окей. Ну вот уже чуть-чуть, чуть-чуть. Еще сейчас Саша у нас дорулит. Если вы лихуты. Яло-яло. Вот где-то тут нам нужно будет пройти. Вот туда. Рули, рули. Куда рулить? Прямо? Да. Привет. Привет. Что ты слушаешь? Все тоже книгу. Класс. Да. Настался час. А вот у нас тут такое окно через него. Очень удобно. Брызгами получать тоже очень удобно. Брызгами тоже нормально. И в дождь туда. И дождь когда идет, то сейчас замыкает. Даже видно риф. Мы сейчас сюда проходим. Там якорин, но мы на него не идем. Мы обойдем его вокруг и посмотрим. Там тоже должен быть неплохо. На слайдер оторвался. Ага. Так, вот мы уже сделали поворот. И проходим вот так вот. Прямо, прямо, прямо. И нам нужно быть вот сюда куда-то. Поворачивай базу? Да, да. Быстрый. Ну, ладно, ребят. Ты добрусь держит. Я так понимаю, в эту марину заходит. Смотри. Какой красивый остров, да? С теми камнями. Вот это бухта. Но мы здесь буев не нашли. А якорная стоянка здесь какая-то вообще непонятно где. И очень чопя. Здесь так лодки болтают вообще. Они стоят из стороны в сторону шутаются. Но мы видели там спереди. Кстати, ой, смелень. Вы видели вот там вот якорная стоянка. Вот вы видите, там лодки стоят. И там вроде есть буйна, которой тоже можно встать. Вот сейчас мы проверим. Если нет, то просто бросим якорь там и все. Прямиком, блядь, мощно. Там оставь еще там метров 10 пускай. Мы встали хорошо. Прямо так вот, блин, вообще хорошо. Доволен? Я доволен. Мне кажется, мы наоборот не ушли. На каком проходе? На каком. Туда. Все. И давай превентер поставим. Ну, мы встали хорошо. Прямо так, фух. Почувствовали рывок? Оно тянуло, было видно, как оно подтягивало. А потом застряло, да. Отлично. Ну, все. Вот мы встали наконец-то на глубине 23 метра. 23 метра. Якоринг здесь нормально, комфортный. Потому что там, где глубина 8, там такой свелища гребаный. Лодку вот так вот качает. Мы смотрели, как-то маленькие качаются. Мы встали на 23. Красиво. Как будто у нас огромный и охренетительный пауэрбот. В темноте. Зашли в темноте. Так, что, превентер? Да, превентер. Утро доброе. Ну, что, с полу сообщения, хрена не классно. Потому что я всю ночь просыпался. Такие порывы узлов, наверное, по 40. Как в лупе. Такой сразу выглядывал. Смотрю, не ползем ли мы, не летит ли орел, не бежит ли леса. Короче, мы сейчас встаем, даже кофе не пьем. А сваливаем отсюда. Тем более у нас тут уже все проснулись. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Лучше валим отсюда. Да, побыстрее. Нет времени объяснять. Ну, валенький. Валенький. Все, пошел отвязываться. Давай, отвязываемся. Погнали. А потом кофе уже на ходу выпьем. Кстати, там вот смотри. Там практически не будет ветра. Мы сейчас вот туда заходим. Еще волны нет. Да, да. Тут же тут до острова, до конца острова. Вернее, это начало. Семь миль. При том, что где-то, наверное, миль или через две он уже начнется закрывать. Этот он ночью пришел. Тоже несчастье. Я ходил тут, сыночки, андалами. Так, вон они мы. А идем мы сейчас. Вот у нас водолупа. И идем мы на ее север. Вот куда-то вот сюда. 30 миль у нас до точки. Скажи, что не то, что как у нас. Все, вот у нас парус открыт. Пятерочку лупим. А теперь можно пойти и сделать что-что. А Саша педалирует. Он не любит кофе. Он просто не любит кофе. Просто не дают. Так полукраун. И выгнали, так поджопниками рулить с утра. Парус поставили, штурвал дали вперед. Сейчас подходим к Гваделупе. Вау, маяк. Обожаю маяки. Ну что ж, заходим в эту нашу бухточку. На самом севере подветренной части Гваделупы. Итак, что у нас здесь? Домики, лодки. Ого, дельфины. Дельфины, вот! Ха, красавчик. Дина, дельфин! Дельфин! Один, это значит у него какие-то проблемы. Его бросила своя стая. А ты думал, что где-то вот здесь вот мы сейчас и бросим якорь. Ну, вот и все. Вот мы встали. Мучо грасиас, грациозен. Дельфины встретили. Да. Но тут так нормальная качка. Вот если посмотреть, эти лодки стоят. Вот так покачивает. Не фатально, но я думаю, нам нормально будет. Что у нас сейчас будет интересного происходить? Что мы имеем в наличии? Саша один. Дельфин один. Кто выживет? Саша, вероятно, агрессивен в воде. Дельфин, вероятно, нет. Саша, вероятно, не получит пиздюлей. А вот дельфин, вероятно, получит. Сейчас узнаем. Вопросы и ответы. И ставки. Хотя такие кроссовки прикольные. Яхтенные. Яхтенные. Ты, конечно, меня извини, но я все-таки на дельфина поставлю. Я тоже за дельфина? Дай тебе нож. Хоть как-то будите. Ты его хотя бы насмешишь. Саня, сзади. Хотя, по-моему, этот плавник никакой нифига не дельфин. Это акула плавет в бок. Машет плавничком боковым. Типа она дельфин. Снимаем, как едят людей. Что? Ой-ой-ой. Какая бы тебя проблема? О, тыки. Волч. Ну что, заходим сюда на Свейли. Смотришь, как там. Такой мостик прикольный. А-а-а. И это параллельная бортовка. Очень хорошее место и даже выйти можно. Что, Сережа? Говорю, опять же, вы бортузиком. Ассортимент велик. Ты болторез взял? Черт, не сегодня. Мы забыли болторез. Ну что ж. Я предлагаю сюда? Да, конечно. Да, да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, готов. Истечение большое. Смотри какое. Вообще нас несет туда, в реку. Ну вот, все, мы приехали. Так, вот здесь вот у нас крепления. Вот такие вот. Здесь вот парковка тузиков. Вот они стоят. И это у нас Ривьер-де. Собственно, вот это название города. Ривьера это речка. А вот тут пляж. Где машина? Вот этот экспресс-маркет. Ну, он до восьми. До восьми вечера. Да, до восьми. До восьми. А вот этот пирс, который гостевой. А, ну понятно, сейчас волны большие. Что, красиво? Здесь так именно все красивенько. Вот смотрите, какой ресторанчик. Коктейль-ми. Спасибо. Да. Вот, ова, лобстер. Денегких больших берут, да? Или это увеличительное степло в аквариуме? Это увеличительное степло, но это лобстеры. Тут интересное есть? Тут все есть. Ну, давайте пойдем есть. Лобстеры, смотри. Сейчас мы найдем лобстеров. Такое несчастное. Вот, вот, вот. 35 евро, по-моему. Вот, вот, вот. 39 евро стоит. 40 евро. В путь. Летфигераут. Поглощать рыбу. И все прогуляемся. Давайте прогуляемся. Дина, твое мнение? Все равно. Окей. Мороженое. Это мороженое. Молодцы. Я тоже. Я тебе обещал. Ну, я тебе обещал сок, я тебя обманул. Это же, как все мужчины делают, не знаю. А реально вкусно. Коломбо де пулей. Чикен карри. Идем кушать. Бомжатненько. Прекрасное место, я считаю. В общем, кормить нас здесь сегодня не хотят. Поэтому мы идем в ботанический сад, организованный толпой. Платный, конечно. Только он отсюда платный. И уже, судя по всему, закрытый. Ну да, вот, пожалуйста. Внимание. Открыть до 16.30. Ну что, все сходили в ботанический жарден, да? Нет, ну мы сходили. Нет, так конкретно мы уже давненько не обсырались. Чтобы ползти, вспотеть нахрен. Вот даже в такой тепленькой футболочке. Как ты вообще актуально одет? Слушай, я был уверен, что мы придем сейчас в ресторанчик, сядем и посидим красиво с видом. Ну, ты лупцы, так не думаю. Ничего смешного в этом нет. Что жрать можно только после семи. Они вообще, блядь, уже задолбали. Рестораны закрыты. Ботанический жарден закрыт нахрен. Пока к нему дойдешь, весь потеешь. К ядре не фене. У них корпоративная договоренность. Сад закрывается, рестораны открываются. Суки. Все получают прибыль. Мы будем... У нас нет выбора. Так, у нас нормальный пешеходный такой маршрут. Мы даже вышли из этого города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вон, выползают, сползаются. Ну что? Расползаются. Собираемся и отчаливаем. Хватит сидеть кофе пить. С этой качки подальше. Ну, в новую качку. Что тебе не понравилась качка? Самая плохая качка за все время. Серьезно, что ли? Нормально, вон стоят все лодки, не сильно и качаются. Ну, качаются, но не сильно. Спать было тяжело. А? Спать было тяжело. Только на животе, а только вот так. Напился просто. Будь человеком. Ну вот уже тузик поднят. Слава тут задачи раздает. Да-да-да, приемент поставлять, конечно. Ну что, снимаемся с якоря и уходим из этой прекрасной, негостеприимной бухты со свеллом. А мы идем сейчас на Антикву. И до Антиквы нам порядка 40 миль. Ну, я надеюсь, мы еще сможем зайти за светло. Ну, посмотрим, как мы будем газовать. Уже 9 часов, поэтому... А, может, и в темноте зайдем. Черепахер. Класс. Ну что ж, прямиком на Антикву. Мы вот сейчас отходим уже от Гладелупы. Вот это все Гладелупа и туда-назад. Северная часть. Мы от нее сейчас отходим и идем... Но Антикву еще не видно. Что, ставим парус? Ребята, уже все готовы. Мне, что ли, по ветру стонари. Так, вот они и мы. Парус поставили. Вот уже остров более отчетливо видно. И волны такие... Вау! Как тебе? Отлично! Маленькие волны не дают получить удовольствие конного спорта. И санного, соответственно. Но, тем не менее, все равно периодически тест-веллы, которые наваливают, Ну, доставляют какие-то элементы удовольствия. Особенно еще три преимущества. Катаешься на горках, пьешь пиво, рулишь полнойкой. Оба! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот у нас встречным курсом идет с нами лодочка. Только почему-то он идет без мейна. Непонятно. Ну, вот ему так нравится, видимо. Пишем гостевые флажки и карантин. Готов. Экзекьют, пожалуйста. Взял желтый карантинный флажок в зубы по-пиратски. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всегда карантинный флажок и гостевой флаг вешается под правый спредер. Под спредер, под старборд. По портсайду можете вешать все, что угодно. Хоть клубный флаг, пиратский флаг или любой другой из днем рождения имени меня. Там, что хотите. Это просто клубное место для клубных флагов. А обязательно официальное по старборду, по правому порту. Вот первый спредер, или как он у нас называется, под первую краспицу. Он их не вверх ногами повесил? Не думаю, солнышко должно было быть сверху. Совпадает. 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 Совпадает.